добрый день друзья меня зовут сергей ковалев и сегодня мы с вами поговорим о том как выбрать первый ледоруб в горы у нас простая задача с вами вы собрались поехать в горы и не хотите брать снаряжение в аренду это правильно всегда хорошо когда у вас есть свое собственное снаряжение итак начнем с того что вам не нужно покупать для первой поездки в горы в качестве ледоруба вот такие красивые штуки магазинах специализированных есть этот не ледоруб это ледовый инструмент он необходим для лазания по очень крутому льду или по обледенелым скалам такой инструмент мы не покупаем очень легкий алюминиевый ледоруб с алюминиевым клювиком и очень короткий это ледоруб для гидов которые большую часть время носят его пристегнутым к рюкзаку либо для лыжников и фрирайдеров короткий алюминиевый очень легкий ледоруб мы не покупаем пару красивых ледовых инструментов у которых будет изогнута рукоять примерно так и будет молоточек и тяпочка на конце это инструменты для лазания по крутому льду или по замерзшим водопадом такие инструменты для первого восхождения мы не покупаем и так что у нас остается с вами на выбор у нас остаются ледорубы с длинной прямой или изогнутой слегка рукоятью с обязательно металлическим а не алюминиевым клювом и сметали и смог возможно алюминиевой или пластиковой ручкой какой найдете чем они отличаются друг от друга ледоруб с прямой рукоятью классический ледоруб идеален для пешеходных маршрутов но если вы собираетесь продолжать все-таки прогрессировать в альпинизме ходить более сложные маршруты чем маршрут для первого восхождения начальных категорий то лучше все-таки с моей точки зрения выбрать слегка изогнутый ледоруб который позволит вам не просто ходить пешком под маршрутом к вершине но и использовать его для каких-то подлазов по более-менее крутому льду еще раз акцентирую внимание алюминиевая рукоять обязательно металлическая фрезерованная либо что мне нравится лично больше кованая головка и важный вопрос долина этого ледоруба как выбрать подходящую конкретно для вас длину мы определились с вами с моделью ледоруба мы выбрали ледоруб с алюминиевой ручкой с металлическим с металлической головкой теперь нам необходимо определиться с длиной этого ледоруба каким образом мы берем ледоруб в руку сверху и опускаем руку вдоль нашей ноги наша задача чтоб кончик штучок нашего ледоруба примерно касался наши считал щиколотки такая длина ледоруба позволит нам и комфортно безопасно передвигаться по склону и в случае необходимости организовать страховку на снегу или перилу или перила этой длины будет вполне достаточно но и поскольку ледоруб он должен быть не только функциональным но еще и красивым конечно вы можете выбрать что-то такое эстетически олдскульная ледоруб с деревянной ручкой и скованной головкой наверняка если вы будете подниматься в альпах местные альпинисты оценят эту эстетику ходите в горы безопасно ходите в горы с качественным снаряжением удачи в горах